стекло все время чисто как бы это мне менял регулировки еще поговорить она всегда остается чистым в нижней точке 227 температура стекла 370 300 температура минерита первого его слоя вот прямо за печкой смотрим 72 76 это вообще температура ни о чем приветствую дмитрий михайлов и на моем канале коменд бай этот объект вы можете посмотреть и оставлю ссылку как мы устанавливали дымоход и как делали противопожарную стенку это очень важные моменты сейчас у вас на обзоре будет пламень тена сопоставление цены и качества вот такое вот передо мной сейчас инструкция пламень тена габариты у нее 750 на 750 эта печка отличается по горению это подовая печка то есть вы должны понимать что когда выбираете печку есть подовым горением а есть колосниковым европе сейчас тенденция идет по уменьшению углекислого газа по уменьшению выброса углекислого газа в атмосферу поэтому производители уже европейские адаптируют свои печки под именно под подовики при помощи подового горения количество углекислого газа выброс его вернее уменьшается и здесь класс эффективности я сейчас посмотрю если не ошибаюсь у нее идет а плюс да я был прав то есть видите по классу эффективности сколько здесь до буквы g здесь а плюс лучшее только а плюс плюс но это довольно эффективная печка потому что еще до сих пор на рынках у нас европейские производители у которых проблемы они еще проходят по а-классу и у них реальные проблемы потому что европа им ставит вернее директивы европейские кстати ужасные рамки что они дорабатывают свои печи масса печи 165 килограмм минимальная мощность 7 киловатт максимально 11 киловатт 9 с половиной это средняя мощность печи и очень классный показатель на который я обращаю внимание постоянно это средняя температура дымовых газов на выходе из печи 265 градусов это средняя производители которые дорожат своим именем они эту температуру указывают указать потому что она важна она важна при выборе дымохода из какой марки стали выиграть с каким утеплителем либо вообще какой дымоход поставить вы должны опираться именно на данные которые указываются в печи дымоходы развиваются уже после печи они двигаются вместе начал идут печки потом дымоходы и производители дымоходов подтягиваются именно тем требованиям которые предъявляют отопительное оборудование дымоходе есть 150 диаметра у этой печи есть как заднее подключение так и верхние верхние с ограничениями для этой печи я вам советую делать заднее подключение задние вопросов просто нет а это печка которая сделаны чугуна у этой печи я сейчас взял рулетку рулетку мы померяем внутренний размер камеры сгорания для многих это будет показательный фактор потому что с дровишками здесь по выбору проблем у вас не будет здесь стоит пружинка который позволяет дотягивать немножко печку она внизу стоит видите оп и закрылась но сейчас мы посмотрим не ширина вот до этого зуба 33 сантиметра а ширина печи бревнышки 60 представляете 60 давайте вам камеру немножко доведу вот так от стенки до стенки даже немножко больше 62 и подача воздуха у нее идет вот через эти вот отверстия одно с этой стороны другое с правой стороны это ворошилка то есть вы видите что сгорает все просто в пыль здесь также производитель советует песок уложить потому что здесь такие ребра для равномерного распределения тепла а вот это вот ворошилка для того чтобы скинуть просто не больше ни для чего потому что когда вы дверку закрываете она закрывает эту ворошилочку и и воздух через нее не поступает может быть какой-то процент и есть не тяжело сказать потому что подовые печи как правило есть какой-то процент подсоса воздуха снизу не только сверху зольный ящик оцинкованы довольно толстые но не хлипки куда всыпается вся зола на дверьке термошнур керамический не самоклейка просто проложен и здесь такие дожимчики я эти дожимчики немножко расслабил сейчас потому что производители бывают пережимают их и видите он герметично то есть сюда воздух не поступает через эту дверь потому что есть печки малоэффективные которые специально оставляют здесь зазор для того чтобы стекло не потело в этой печи смотрите как грань чистая до керамическое стекло не знаю кто производитель немец китай не важно но сделано просто вырезано отлично видите если вы возьмете печку там в такого уровня другого производителя там ценник сразу на процентов 40 только за такую грань отдадите пластиковая ручка посмотрим как она нагревается сделаем замеры и воздух подается на стекло вот при помощи вот этой регулировки здесь также идут деление от меньшего к большему и посмотрим как она горит ну что мне она ну реально нравится не поддончик такой есть да для дров чтобы там если это у вас упала чтобы не падала сразу вниз на пол ноги массивные но печка просто колоссально у нее двойная стенка кстати боковая вот отсюда проходит воздух между двумя стенками и заходит во внутрь то есть проходит такое охлаждение воздух поступает вот через эти отверстия видите одно здесь и одно здесь открыто закрыто вот эта вещь плита она съемная вы здесь сможете легко дымоход прочистить если надо обслужить сверху стоит отбойник чугунные ну давайте много текста мы перейдем к очередному тестированию сейчас будем разжигать ее вы все увидите потому что я на обзорах мне интересно именно как печки работают самого нуля идет рожек иногда когда уже всем горит и показывают обзор а именно когда рожек идет как стекло потеет не потеет у меня бывают продавцы говорят дмитрий зачем ты это делаешь для того чтобы производители двигались для того что производители делали более качественную продукцию потому что есть видео где у меня на обзорах и показывать те минусы которые никто не показывает но извините меня я работаю для того чтобы потребители в первую очередь покупали качественную продукцию это касается не только дымоходов это касается в числе печного отопления вернее отопительных приборов сейчас будем делать рожек посмотрим вернее я знаю как она горит у нее идет верхнее горение а с верхним горением немножко шибер открыли воздух открыли немножко тяжелее растапливать особенно когда зима чем это связано потому что воздух подается сверху если воздух подается снизу гораздо легче печки растапливать об этом я продавцы потребители продавцы в первую очередь они знают а с подовым горением есть маленькие здесь хитрость поэтому сейчас я попробую все-таки здесь растопка идет сверху вниз такие печки надо немножко оставлять воздух чтобы дымоход прогрелся потому что воздушная пробка у вас по-любому будет меня в комментариях пишут нет у меня пробок но если у вас нет пробок вам повезло вы должны понимать когда вы приезжаете на дачу когда здесь все проморожено когда дымоход проморожен не сможет быть воздушной пробки навсегда у вас будет поэтому то что у вас нету пробки это замечательно потому что когда дом жилой вы можете даже дымоход используется как вентиляция есть и такие моменты но также есть моменты когда в дымоходе включается приточка в жилых домах поэтому это все индивидуально сейчас здесь печка не пыхтит дверь приоткрыта и уже дым весь весь пошел наружу я еще пока не открываю эти верхние юшки так называемый подождем немножко попозже пусть разгорится пулюсь наберет силу дымоход пусть он прогреется стартануло хорошо сейчас уже силу набирает уже маленький такой глупый является правило вот этот растопка она длится где-то в районе минуты полторы это снова все зависит просто того в каком состоянии у вас дымоход насколько холодный четко где открываешь уже ничего не дымить сюда все уходит в дымоход я могу закрывать оставляя только здесь задвижку приоткрыли еще подачу сверху одно вторую а теперь прогретый воздух пошел печку здесь преимущество от этих всех кодовиков что воздух поступает в камеру сгорания прогреты что обеспечивает более высокую эффективность отопительного прибора все четко теперь наблюдаем вы смотрите здесь стекло еще не запотело вы видите да я с нуля начал чистое стекло все пусть горит еще вы немножко понаблюдаете уже без меня потом я закрою где-то через полчаса еще сделаю один обзор подкинем дровишки посмотрим на регулировки как они работают и как нагревается сама печка как нагревается сам чугун так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрим, наслаждаемся, любуемся. Продолжение следует... Но более конкретно и более корректно это будет еще через полчасика. Начнем с регулировки именно. Обдува стекла, сверху которого находится. Минимально меняется что-то. Давайте начинать закрывать. О, начало работать, да? Давайте другую. И здесь вот на растопке у заказчика там сосна была. Не привезли ему дрова. И будем использовать брикеты. Если честно, первый раз на обзоре у меня брикеты прессованные березовые. Ну и посмотрим, как они работают, как горение через них. У меня, наверное, даже на обзоре еще ни одного такого объекта не было, где использовал бы я брикеты. Ну и немножко позже, где-то еще, наверное, время пройдет. Я пройдусь обязательно пирометром для того, чтобы показать, насколько печка нагревается, как нагревается. Вот сейчас по нулям, даже 40 градусов. Нет, она просто холодная, вот эта ручка. Времени прошло еще мало. Здесь поверхность уже за 100 градусов, уже градусов 150, наверное. Уже не холодная, но горячо. Все, вот так пусть играет. Еще минут 10, и я брикетики, наверное, подкину. Там уже будет игра пламени. Вы видите, какая красота будет в этой красавице, в чугунной, в 165 килограммах. Проблема чугунных печей, то, что ее тяжело сделать герметичной. В стальных печах вы больше можете, вернее, производитель, технический отдел может реализовать вот эти всякие хитрости, подачу воздуха, как он поступает, в какую точку, как он движется. В чугуняке все это сделать тяжелее, гораздо тяжелее, потому что это литейка. Чугунные варианты тоже могут быть герметичными. Это не говорит о том, что их нету. Просто у них цена вот такая, да. Ну, для кого-то приемлемо, а для кого-то нет. У меня очень много на обзоре печей, ну, реально жарковато, очень много печей польского производства краткие. И почему-то люди считали, что я их продаю. Нет, я краткие, именно козы, что касается коз, я их не продаю. У меня никогда их не было в продаж, никогда. Поэтому я просто делаю по ним обзоры. Не все печки, которые я делаю, обзоры есть у меня в продаже, нет. Вот эта печка, она есть у меня в продаже, да. Потому что у каждой печи есть свои минусы и есть свои плюсы. Главное, чтобы у нее плюсов было больше. Вот на что вы должны обращать внимание. А еще то, что вы хотите от печи. Какая задача перед ней будет стоять. Вот на это надо обратить внимание. Надо же обратить внимание по месту установки печи. Желательно, конечно, вот эти моменты все проектировать заранее. Продумывать заранее, когда у вас строительство идет, а не когда вы сделали уже чистовую отделку и думать, ай, куда-то ставить печку. После первой закладки прошло полчаса. Все горит, все классно. Да, я не сказал, перчатка здесь есть в комплекте. Есть еще такая вот кочережка. Но... Самый лучший инструмент. Теперь давайте подбросим ров брикеты. Посмотрим, как они реагируют. Потому что мне, если честно, самое интересное, как в плане играть. Открывать дверцу надо не спеша. Добавить, чтобы шибера были открыты. Ну, конечно, то, что сухие, сразу схватывает моментом. Еще один момент. Уже сам владелец этого дома сказал, что я инструкцию, видимо, не дочитал, либо пропустил мимо строчки. Здесь также могут быть постоянно, если вы не песок используете, то постоянно может быть зола внизу. То есть она сгорает все в пыль. Я вам в начале видео показывал. Сейчас погорит. Это брикеты березовые. Конечно, КПД, вернее, не КПД, они довольно калорийные. Мне уже тяжеловато здесь сидеть. И через минут 10-15 я возьму тепловизор. И с вами пройдемся по всей печи, по всем предметам, которые находятся рядом, которые располагаются возле этой печки. И, ну, просто сейчас очень-очень становится жарко. В прошлом видео я приехал сюда для того, чтобы доделать полметра трубы поставить. И, как говорит Денис, у него даже этого гула не было. То есть реально, кажется, полметра трубы оно решает. Ну, об этом, конечно, я знаю. И недаром по строительным нормам Республики Беларусь есть определенные требования, которые предъявляются к дымоходу, к выводу на определенное расстояние над кровлей. Стекло все время чистое. Как бы я там ни менял регулировки, если еще погорит, оно всегда остается чистым. Ну, конечно, рубрикеты, они, если честно, не передадут вот эту вот красоту пламени, как передает дерево. Да, это точно. Поэтому, когда вот заказчику привезут уже дрова, будет немножко другой эффект. Каждой породы осина по-своему, береза по-своему, сосна по-своему, и там груша, фруктовые деревья, они все играют по-своему, у них у всех горения разные. Наблюдайте, смотрите. Прошло уже около часа. Наверное, минут 40-50, для того, чтобы мы могли подойти к этому этапу. Сейчас я вам покажу. Сейчас уже дух полностью, уже дрова разгорелись. Угли есть. Понять, как работает, как работают регулировки именно в этой печи, в данном исполнении. У нас сейчас здесь сосна снизу угли образовались, но и рубрикеты березовые. Вот на данном этапе, когда горит огонь, ярко горит, можно о чем-то уже судить. Начнем, давайте мы начнем с подачи стекла, и заодно посмотрим, будет ли оно коптиться. Как правило, здесь температура просто огромная. Конечно, досмотрите до конца, я сделаю температурные замеры, в том числе стекла, для того, чтобы вы понимали, как сильно нагревается печка. Преимущество чугуна, то, что она равномерно передает тепло. Вот, при закрывании вот этой юшки практически ничего не меняется. Сейчас мы закрываем подачу воздуха в камеру сгорания, так как эта печка подовая, у нее воздух подается через верх-вниз. И вот на данном этапе вы уже видите изменения. То есть, шибер мы ничего еще не трогаем. Вот сейчас уже идет такой экономный режим, и я не знаю, сколько рубрикет будет гореть, но реально очень долго. 5-6 часов, без понятия. А что надо еще для дачи? Приехал, растопил, уехал, пришел. Здесь просто Ташкент будет. Занимался своими делами, а здесь тепло, это же классно, пришел уже в теплый дом. Видите, немножко потрескивают рубрикеты. И давайте сейчас шиберную заслонку мы закроем. Под 45 градусов сначала закроем. Изменей практически никакого нет. Сейчас мы закрыли полностью, но снова же полностью-то относительно. Еще раз напоминаю, там остается задор для того, чтобы вы не угорели. Фантастика. Ну, вот эти можно просто наслаждаться, я не знаю, там, вечность, да? Чем можно наслаждаться огнем? Ну, просто класс. Посмотрите сейчас немножко, там, пару минут, может быть, минуту, уже без моего присутствия. И потом я сделаю температурные замеры. â가. Цепь. Отлично. 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 давайте также в этом порядке только шибер оставлю в другом порядке мы приоткроем стекло в первую очередь все равно шибер не пускает воздух подачу надо приоткрывать самое оптимальное это под 45 градусов в процессе эксплуатации уже клиент сам подберет именно тот режим который ему нужен для которой для него сама будет оптимально если надо быстро прогреть конечно все открывается начинает работать медленно значит медленно и вот воздух пошел уже начался такой легкий гул все полюбовались насмотрелись а теперь делаем обзор по температурам как она нагревается насколько и также предметов которые находятся рядом начнем с верхней с крышки верхней температура 280 290 до 300 градусов это нормальная температура этом когда вам продавцы говорят там 200 градусов нет как правило они ничего не говорят лучше надо продать продукцию от видите в этом месте вообще 350 градусов года то что найдем его 340 защите стены и дома здесь надо относиться очень серьезно вот в этой крышке сам большая температура до 350 360 градусов представляете давайте спускаться вниз в районе подачи воздуха ручки подачи воздуха ручки 260 градусов 300 250 нормальная температура длине подвергки нижней части 117 108 верхней возле ручки 141 142 270 на боковой стенке замерим в нижней точке 227 220 нормальная температура внизу на поддоне он холодный 80 81 градусов дымоход замерять не буду потому что это некорректно эти тепловизоры или не тепловизоры эти пирометры предназначены для того чтобы замерять на зеркальной поверхности поэтому если кто-то делает замер это некорректно и как правило можете даже его не учитывать потому что бесполезного она экранизирует поверхность это только тепловизором надо делать либо закрашивать термостойкой краской тогда делать замер здесь такая же ситуация один в один сейчас замерим ручку этих пирометров как и у всех практически есть коэффициенты различные по материалам и на нем если не ошибаюсь 0 9 должен быть раз мы проверим коэффициент большой дайте рукой проверим нет не будет и тут коэффициент будет нельзя подержаться вот это вот ее температура внизу 80 градусов 76 это моя и так легко снизу взял 73 от верхней части уже много потому что переход на металл уходит 90 200 но при этом чтобы понимали вот я ее могу открыть я могу ее смело открыть за эту нижнюю часть даже если здесь большой нагрев идет то есть да вы здесь ее не поддержите но открыть дверь и опустить ее легко потому что металл доходит только вот до этого места а здесь уже металла нету поэтому здесь нагревать а такой нету температурного и сейчас мы сделаем еще замер стекла как стекло нагревается здесь коэффициент уже другой дай бог память по 0 85 температура стекла 370 350 градусов 370 все давайте пробежим сейчас деревяшки сама здесь проблематично такое место смотрю нагревается сильно пол даже в одном месте температура минерита первого его слоя вот прямо за печкой смотрим 72 76 это вообще температура ни о чем в том углу где-то 68 60 вот в этом месте самое горячее видите про что я боялся в этом месте 90 градусов только что было 82 где подоконник 74 градуса 72 поэтому если вы знаете характеристики какую температуру выдерживает подоконники пластиковые то тогда можете устанавливать без минерита но если не знаете тогда делайте как мы лучше перестраховывайтесь хочу подвести некоторые итоги смотрите печка в первую очередь как дачный вариант идеальный идеальный как вариант дополнительное отопление дома чугун равномерно отдает слово но при выборе вы должны понимать что нагревается довольно сильно верхней камере здесь у 350 градусов нормально сбоку 250 и что вы здесь должны предусмотреть во первых при установке сделать безопасный угол делать так чтобы ничто рядом не загорелась при выборе печи иногда бывает определяющим фактором и вы не всегда можете взять чугун бывает люди нравится я хочу чугун и все нет не всегда можно чугунную печку поставить иногда надо поставить именно с обрамлением внутри с керамикой либо шамотным исполнением либо любым товаром заменителем чтобы стенка наружнее практически не нагревалась здесь вот если у вас вы все требования выполните пожаробезопасности первую очередь можете покупать эту печку она реально классно мне она очень нравится и если бы она не нравилась я бы не делал понижен второй обзор по установке следующее шибер обязательно по установке здесь желательно конечно вот этот пятак закрывать все плиткой и в начале видео я об этом сказал что печки желательно устанавливать на плитку потому что дерево здесь вот сосна она нагревается 60 градусов но я считаю что это довольно много для этого места хотя вот под низом вообще по нулям но реально экран просто холодный здесь тепленький до смола пошла ручка я держу уже наверное два часа после обзора пошло просто она холодная относительно на то есть я его могу держать недолго но мне хватит для того чтобы открыть и для того чтобы закрыть у печки которые выдержано подовое горение вы видели равномерно расход дров я не помню сколько по паспорту но они не быстро горят потому что у меня есть аналогичные там топки польского производства а я не буду говорить какие они как желудки просто они закидываешь дрова они едят 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 я к заказчикам иногда приезжаю вопросы решаясь с дымоходом не с печкой а там по газовым отоплению либо камин либо еще какие-то вопросы стоят люди когда надо смонтировать они меня спрашивают дмитрий а можно как-то сделать так чтобы дрова не жирал как желудок отопительный прибор я говорю ну как вы сделаете но вы купили эту печку поэтому нет вот эта печка она довольно эффективно она экономична и то что европейский то что пламя да ну кто такой пламя что такое пламя неизвестно и производитель европейский именно борется за то чтобы уменьшить количество цио углекислого газа это можно при помощи это всего лишь один из методов но это сделать через верхнее горение чтобы продукты сгорали более эффективно и в конце здесь будет один пепел внутри я вам показал в начале видео где именно пепел был печку которую вы можете смело покупать и не волноваться за то что она будет греть но снова же печку надо рассчитывать правильно и на этом объекте заказчик хотел вообще франклин поставить франклин он еще здоровее он массивнее и я его просто отговорил и сделал правильно зимой не думайте о том что когда много стекла это хорошо это не всегда каждому дому надо подбирать свой отопительный прибор для этого есть характеристики минимальная максимальная мощность киловаттах это некоторые производители укажут даже кубатуру помещения вот на это надо обращать внимание не гонитесь за размерами не надо этого делать все с вами был дмитрий михайлов коммен байк я надеюсь что вам это понравилось видео если у вас какие-то будут пожелания по обзорам печи а может быть обзором дымоходов вы пишите в комментарии а я буду делать с вами был дмитрий михайлов коммен байк подписывайся на мой канал заходим в instagram подписывайся потому что вы там увидите больше фотографий хорошего настроения пока